Так, пожалуйста, что такое красота? Ну это кто-то видит красиво! Когда выглядят красиво, да? А скажите, пожалуйста, а вот говорят... Когда на них смотрят красиво. Что? Когда на них смотрят. Когда на них смотрят, то есть привлекают внимание, да? Своей какой-то необычной внешностью, оригинальной. А вот вы слышали, ребятки, значит, говорят, человек внутренне красивый. Слышали? А что это значит внутренне красивый человек? Он красивый, смотри! Он это... Он... Он... Он добрый! Покажи, пожалуйста, Покажи! Говорят, что человек сам в душе красивый, это как? Это когда ты, ну, слушаешь, да, маму, папу, там, детку. Когда ты хорошо себя ведешь, себя, когда хорошо ты все делаешь, да. Да, хорошо. Еще, пожалуйста, да. Пожалуйста. Человек внутренне хороший. Человек внутренне хороший, так называют, когда у него характер хороший, он дружелюбный, и вот отзывчивый у него, он тогда душой красивый. Хорошо, спасибо, пожалуйста. Красота, как качество личности, это способность обладать внешней привлекательностью и внутренней притягательностью, радовать взгляд, соответствовать представлениям о прекрасном, восхитительном и гармоничном. А что же важнее, внешняя красота или внутренняя? Однажды ученик спросил у учителя, что важнее в человеке, внешняя красота или внутренняя? В ответ на это учитель спросил ученика, скажи, если бы тебе понадобилось купить дом, а денег хватало бы, либо на красивый внешний, но не уютный дом, либо на невзрачный, но теплый, надежный. Что бы ты выбрал? Я бы предпочел простой внешний, но удобный внутренний дом. А если бы дом покупал человек тщеславный, гордящийся своим положением, но не имеющий достаточно средств для покупки и красивого, и уютного дома? Снова задает вопрос учитель. Наверное, он бы предпочел бы внешнюю красоту и блеск удобства, ответил ученик. Думаю, ты прав, сказал учитель. И добавил, да вот только вне зависимости от вашего выбора, однажды каждый из вас не понял, что ему не хватает либо красоты, либо уюта, и начал бы к этому стремиться. Так значит, внешняя и внутренняя красота по сути своей равнозначны. И цены лишь гармонии, спросил ученик, можно сказать и так, ответил улыбаясь учитель. Моя причастливая называется «Фонтанная макаронная фабрика». «Фонтанная макаронная фабрика». Пожалуйста, прейдись по сцене. Итак, ребятки, пожалуйста, ваши громкие аплодисменты. Косички на каждый день. Каждый день встает вопрос, как уложить волосы. Чтобы выглядеть мило и ухоженно, есть тут геи-хвостики, порядком подмедоели. Туплетки и косички для девочек – идеальный вариант. Головка с собой прической весь день будет аккуратно и ухоженно. Причёски из одной волосы. Причёски из двух волосы. Так, молодец. Головка, молодец. Так, повернулась. Так, молодец. Причёски из трёх волос. АПЛОДИСМЕНТЫ Ребятки, подержите, пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо за внимание. Молодцы. Так, молодцы. Второй отряд. Ну и... Как это всё романтично, очень сказочно, необычно. Просто и легко улетаю я. Так далеко, очень далеко. Не поймёшь, не поймёшь. Небо пролечу, не узнаешь. Стало, так легко улетаю я. Так далеко, просто далеко. АПЛОДИСМЕНТЫ ПОТОМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Красными, красными, белыми, красными, Ебро развечу я. О-о-о-о-о-о-о, полными, синими, Сможно грившинами, ветер учит меня. О-о-о-о-о-о. Только тебе днём повстречаешь Никогда меня не узнаешь Стала так легко, улетаю я Так далеко, очень далеко Но во что с тобой я играю Я не так от сознания мою Это нелегко улетаю Так далеко, пусть так далеко Красными разными, белыми красными Небо распечу я В голове синими Скользко пешинами Ветер учит меня Уоуууууууууууууууу Субтитры создавал DimaTorzok Покажите, какие у вас прически замечательные. Молодцы, спасибо девочки. Название прически, Варвара? Моя прическа называется Казинка. Моя прическа называется Диморочка. Так, и у нас представляют две Варвары, значит, русские косы. Поповернитесь, девочки, пожалуйста, продемонстрируйте. Так, и Ирина Дерябина, русская коса. Махавиор. Вот такая оригинальная прическа. Ну, Миша, у тебя стрижка, да? Моя стрижка называется Космический пират. Космический пират. Космический пират. Космический пират. Стрижка. И Дименко, Миша, покажи, пожалуйста, Миша, стрем свою стрижку. Моя прическа называется Змей, и в ней можно ходить гулять. Моя прическа называется Любие Косички. И в них можно ходить, гулять по улице или в школу. Хорошо, спасибо, девочки. Миша, молодец. Традиционные пиратчики. Традиции подписывают этим жгучим и одновременно нежным красавицам убирать волосы в тудей косы, узлы и жгуты, а затем украшать радовыми аксессуалами. Дальше, глядя. Дальше, глядя. Каждая, выстраившая себя мечалька, просто обвязана иметь и локоны, и нежное внушение на голове. Традиции Кореи. Корейские девушки обожают шлемоны, розы, орнаменты и сложный вид. Русские плечосы. На Руси символ девичьей краски считалось коса, украшенной лепой. Сама по себе коса – это отличный вариант на каждый день. К тому же, подходит под любой стиль. Одеваясь одежда на узелок стиле, вы можете аккуратно сложить пучок кос. Дальше, я сейчас красиво подержусь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА